Играем в Life is Strange 2, часть 36, самого полного прохождения этой игры на YouTube. И возможно в ней нас ждет один из самых волнительных игровых моментов. Давайте посмотрим, друзья. Продолжение следует... Синяки, ссадины. Я уже говорил об этом. Очень крепко потрепала жизнь Шона. Но трусы прикольные. Эх... Боль не смыл, но все равно приятно. Да, только хотел сказать, что на его душе синяки и ссадины гораздо более сильнее отпечатались и очень сильно болят. Черт. Выглядишь ты не очень. Нужно поскорее сменить повязку. Похоже, Кэрин часто путешествует. Кэрин часто путешествует. Но вот не знаю, сможем ли мы отыскать здесь какой-то сувенирчик. Отельчик, кстати, дешевый. Интересно, как давно Кэрин сюда приехала? Видела ли она... Чудеса Даниэля? Листовка из церкви есть. Возможно, видела. Комната, кстати, очень напоминает ту комнату, где... Впервые проявились чудесные силы Даниэля. Какая же у нас огромная страна. Хорошо, когда страна огромная. И хорошо обустроенная. С правильными институтами. Лазить в чужие вещи нехорошо, но... Мне пофиг. Рад видеть, что она усвоила тот урок. Рад видеть, что она усвоила тот урок. Кэрин тоже проделала долгий путь. Чтобы что? Чтобы попасть сюда. У Рэда Махоуни. Болдер Сити, Невада. У Эвас Ранчерос от Рэда. 4,5 доллара. Яблочный пирог. 2,5 доллара. Кофе из цикория. 1 доллар 95 центов. Итог. 8 долларов 95 центов. Без чаевых. Придорожное кафе. Я снова гляжу вперед, а иду назад. Кэрин. Ох. Можно представить, что у нее на душе тоже не все спокойно. Мягко говоря. Ого. Да, уж Карен любит записывать все, что происходит вокруг. Все ближе с каждой милей. Мое сердце трепещет. Больно. Я помню. Знакомое чувство. От этих ударов не увернуться. Они разрывают меня изнутри. Тоскливое раннее утро. Кофе. Дальнобойщики с красными глазами и грустные семьи. Невкусная яичница. Официантка не виновата. Она обслуживает шустро. Видать, конец долгой ночной смены. На бейджике написано «Клементина». Примерно 22. Рыжая, но перекрасилась в брюнетку. По бровям и цвету кожи сразу видно. Ирландские корни. Может, дочка владельцев? Ума Хоуни. Легкая, вежливая улыбка. Вся в своих мыслях. Малость неуклюжая. О чем-то задумалась. Переживает. Молодой повар назвал ее Клемми. Брат? Бойфренд? Бойфренд. Извиняется, что заказы готовят с задержкой. А выслушивать жалобы приходится ей. Клемми, знают ли мама с папой о твоем служебном романе? Любовь и работу лучше не смешивать. Это обычно к добру не приводит. А под заляпанным передником у нас уже животик видно. На дворе 2017 год. А молодежь по-прежнему штампует детей. Ничего не меняется в этой жизни. Значит, Кэрин туда уже заглянула. Видела ли она способности Даниэля? Ну, содержание этой листовки мы с вами читали в предыдущей части. Думаю, не стоит. Не стоит. Так, можно вернуться туда, да? Вот, тут по-прежнему большая страна. Хорошо, когда в большой стране все хорошо. Когда страна большая, но дела ее жалкие, граждане живут за чертой бедности, и все приходит в упадок, то это не повод для гордости. Это, знаете, по крайней мере, Даниэль жив. Но он, кажется, стал другим. Можно сравнить с огромной целлюлитной неухоженной задницей, которая вообще никак не привлекает. Кто-то говорит, ну, там есть маленькие страны, что в них толку, но они хорошие, ухоженные, подтянутые, как красивая попа. И вот огромная страна, как то, что я сказал. Толку никакого. Так, в ящике мы находим жетон из казино. Жаль, но я по-прежнему фиговый игрок. А казино всегда в выигрыше. И мы получаем достижения, все грешники, и получаем пятый коллекционный предмет в четвертом эпизоде Life is Strange. Фишка из казино один доллар. Лошадка мне нравится больше. Библия. Нужно когда-нибудь ее дочитать. Слушайте, может быть, может быть, Кэрон являлась членом религиозной общины, которая убедила ее оставить детей из-за того, что они неверующие. Такое вполне тоже может быть. Кэрон никогда не гналась за высокими технологиями. Она, похоже, за все эти годы так и не сменила телефон. Кэррон из-за высоких технологий. Я даже думаю, это тот, который у нас тогда был. О, как долго. Как долго мы смотрели на наш рюкзак. В итоге сюда попали. Так что, вот у нас новое светится. А что, друзья, понятно, что здесь тоже, да, наверное, где-то есть. Слушайте, как классно здесь карта. Калифорния. Welcome to the hotel California. Это великолепная тема. Просто. Как раз, когда по такой пустыне двигаешься, вот с дальнобойщиком, можно ее слушать. 11 мая 2017-го. Недалеко от Haven Point меня подобрал дальнобойщик. Я боялся, но мужик оказался нормальным. Даже угостил бутербродом. Подкрепиться было очень кстати. Так, религиозные фанатики промыли мозги Даниэлю. Он хочет остаться с ними. И я дико облажался, когда общался с их проповедницей. Угодил прямо в ее ловушку. Ну я и дурак. А еще, Кэрон, что за фигня? Что она здесь забыла? Как она нас нашла? Мне от нее ничего не нужно. Ни-че-го. Я как раз говорил, что часть будет волнительной, потому что я думаю, что разговор у них состоится. Мы с тобой проделали долгий путь, дружище. По крайней мере, дать шанс ей объясниться мы точно должны. Это не ее планшет. Пароль. Тормозит, когда открыто много приложений, но для поиска и навигации сгодится. Пароль 1-1-2-7-0-8. Надеюсь, ты найдешь своего сына. Пин-код подобрать в игре Captain Spirit было сложнее, чем здесь. Интересно, если этот флэерочек потеряется, где брать пароль? Давайте попробуем сначала неправильно ввести. Ну, например, 93799992. Нет? Ну, ладно. Да, здравствует технология. Она хорошо подготовилась. Откройте врата в вашу новую жизнь во Всемирной Церкви Вознесения в Хейвен Пойнте. Вознесение. Все-таки я прочитал Восстание, но, в принципе, слово да, имеет такое значение. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите исполнять все, что я вам повелел. Я же буду с вами всегда до скончания века. Да, это после этим заканчивается, да, вот как раз написано Евангелие от Матфея, последние стихи в книге Матфея. Наша миссия принять Господа, нести слово Иисуса, хранить веру вместе с общиной, найти и спасти потерянных, Луки 19, 10, обращение преподобной матери Лизбет Фишер, став настоятельницей нашей священной церкви, я посвятила свою жизнь прославлению заветов Евангелия и Господа нашего. Это призвание было даровано мне еще в детстве и для меня великая честь нести Божье Слово и возглавлять эту преданную праведную общину в Хэйвент Пойнт. Я рада встрече со всяким, кто ищет спасения в нашей скромной обители. Вместе мы пойдем навстречу новой жизни, ведомой духом нашего Господа и Спасителя. Благословляю всех вас. Община Хэйвент Пойнт. Хэйвент Пойнт, штат Мы рады приветствовать всех единоверцев, ибо вместе мы построим мост, ведущий к нашему Господу и его вечному царству. Гостеприимство. Возлюбленный друг мой, ты верно трудишься на благо наших братьев, хотя они и чужие тебе. 3 Иоанна 1.5 Признательность. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный. Псалтырь 117.24 Прощение Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. Будьте добры друг другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Эфесянам, 4 глава, 31-32 тексты. Вот это как раз сейчас они не смогли сделать, когда вышвырнули нашего героя. Преподобная мать скоростью не отличается. О, тут еще есть почитать что. Хорошо. Сейчас только смочу немножко горло. беглый взгляд на Хейвен Пойнт. Роберт Нил. Одна из величайших загадок Невады, как жителям этого штата удается совмещать Святой Дух со Святым Долларом. Иностранные туристы редко приезжают сюда, чтобы приобщиться к религии, но вера здесь сильна. Благодаря обаятельной проповеднице, ставшей духовным лидером сплоченной христианской общины городка Хейвен Пойнт, я побеседовал с преподобной матерью Лизбет Фишер в тиши ее церковного кабинета, и она рассказала мне, что всю жизнь, будучи скромной рабой Господа стремилась нести людям его любовь и величие в наши темные времена. Со мной в детстве произошел необычный случай, наставивший меня на путь истинный. Мягко улыбаясь, она коснулась моей руки и продолжила, но как вам подтвердит любой прихожанин нашей чудесной церкви, тело вовсе не во мне или в моем прошлом. Люди и впрямь подтвердили ее слова. Прихожане Всемирной Церкви о том, как она вдохновляет их. Преподобная Фишер просто хочет нести добро, рассказал 34-летний Кори Джонсон, недавно ставших прихожанином. Я был скептиком до тех пор, пока не сходил на ее проповедь. Воздух был заряжен электричеством, когда она говорила, люди плакали, и я в том числе. Это клоповник, а не мотель. Зато здесь меня не будут искать. Ну мы видим на партах, Рейтинг дешевый мотель в Хвент Пойнт, штат Невада. Мотель Песчаная Змея. Какой-то змей. Брэнди 1181. Блю Рок Невада. Рейтинг 2. Отзывы Уна Ф. Очень неудобная кровать, зато дешево. Хороший бассейн, но пыли просто дохера, говорит Марк Ди. Элис Г. Уютный придорожный мотель. Прикольный персонал. Ну, видно Элис Г. Нормально относится ко всему, что Г. Так, записка Кэрон. Скоро вернусь. Ну, посмотрим. Поехала в магазин. Прихвачу еды на всякий, если проголодаешься. В ванной лежат новые носки и шорты. Бери, если подойдут. Сейчас самое время позвонить Джейкобу, его номер в письме, которое он прислал. Скоро вернусь. Кэрон. Класс. 8 лет прошло и супер мамочка наконец опомнилась. Уважаемая миссис Диас, меня зовут Джейкоб. Я работал с вашими сыновьями, Шоном и Даниэлем на одной ферме в Калифорнии. Там возникли кое-какие проблемы и Шон исчез. Сейчас мы с Даниэлем находимся в Хэйвент Пойнт, Невада. Это он дал мне ваш адрес. Надеюсь, вы получили это письмо, потому что Даниэлю хватит сюда. Позвоните мне и я расскажу вам подробности. 775 555 01 18 Пожалуйста, поспешите. Спасибо, Джейкоб. Джейкоб сделал столько хорошего, друзья. И там, и тут помог. Возможно, он очень хороший парень и разумный парень. Давайте еще раз туда сходим. А находясь в религиозной среде, хорошие люди там могут еще и улучшить свои хорошие качества. Но они также могут начать задавать вопросы, как это сделал Джейкоб. И вы помните, чем это закончилось для него. Ну, хорошо, что он продолжает делать добро. Это очень действительно хорошо. Брелок. Я не смотрел на брелок. Симпатично. Интересно, это она его сделала? Как я мог это пропустить? Хорошо, что я обошел еще разочек. Так. Во, вот на таком экране надо смотреть виртуозила Game World. Вот ложитесь, что-то вкусное берете, позвонить Джейкобу. Что нам надо? Нам надо позвонить Джейкобу, туда. И, друзья, запускайте плейлист Life is Strange и выходной проходит хорошо. Ну, или перед сном. Так, занавеска. Глухое местечко. Хорошо. Здесь меня никто искать не станет. О, рисовать. Вот классно, видите, классно, такие вещи находить, а так бы мы могли позвонить и все пропустить. Не стоит выходить на улицу. Лучше подожду Кэрон здесь. Глухонемое местечко. У меня еще есть время, так что попрактикуемся. Ну, давайте. Я бы, наверное, заночевал в этом мотеле по пути. Окунулся бы в бассейн после долгой дороги. Так. Они могут призвать жуткое морское чудовище прямо в пустыню. Что у меня спина начинает затекать. Надо после вебки новой донат аккумулировать на кресло человеческое, потому что это вообще никуда не годится. Ну, для начала неплохо. но можно нарисовать что-то еще. Там вывеска такая классная. Так, а что мне еще нужно захватить? Ага, вот это. Набросок вывески он тоже кстати сделал. Нифига себе. Это что такое? Это что за кракен? Это типа церковь вознесения? Ладно, чувак, пора вернуться в реальность, которая захватывает своими щупальцами. так, ну, рисунок готов. Это получается у нас третий рисунок, у нас в голове по три рисунка, да? Первый раз, два, три, второй раз, два, три, раз, два, три, два, три, да, по три рисунка разработчики сделали. вот теперь я звоню Джейкобу. Алло, Джейкоб, это я, Шон. Шон? Офигеть, я несколько месяцев ждал от тебя вестей. Значит, ты нашел мою записку в блокноте? Ага. Где ты? Шон, ты должен сюда приехать. Знаю, я недалеко, в мотеле. Хорошо, слушай, я не могу сейчас говорить, я занят, погодь. Даниль, как он там? Джейкоб, встретимся завтра на шоссе Брэнди. Там есть развязка прямо над Хэвенпоинтом. Там еще стоит рекламный щит, орань, чудикие мыши. Я приеду к четырем. Джейкоб, погодь. Шон, я не могу говорить, приходи завтра. Прошу. Блин, он не мог говорить в открытую. Просто жесть. Кровать. Подождать Кэрон появилась. дождаться возвращения Кэрон. Так, тут все равно светится что-то новое. Вот, наконец-то, это был тот самый патрон. Шестой сувенир. А это третий рисунок. Быстро осматриваем. Не появилось ничего после звонка Джейкобу. Вот в планшете, кстати, тоже. Может быть, и есть что-то. новое нет. Еще раз. Никто не пришел. Не принес заметку про нашего мальчика. Тогда, друзья, давайте ждать Кэрон. Прилягу отдохнуть до ее возвращения. Если она вообще вернется. Привет. Прости, что задержалась. Долбанная очередь в магазине. Как самочувствие? Ничего не сломано. Сорковные вышибалы никогда не церемонятся. Да. Я в порядке. Двойной сыр и без лука. Все так? Ребята. Ага. Когда я вижу дабл чиз, то здесь я не могу больше удерживаться. Я останавливаю эту часть и еду на макдрайв за дабл чизом. Я скоро вернусь и мы с вами продолжим в следующей части. Макдрайв Субтитры создавал DimaTorzok